Приветствую вас, дочери и сыновья владыки и царя нашего Фобоса. Мы сегодня смотрим... Блин, я как сатанист говорю, типа, владыка Фобоса. Короче, мы сегодня смотрим 20-ю главу... Ой, тьфу, блин, в 20-ю серию мы читаем здесь, видите ли. Мы смотрим 20-ю серию, называется она Печатка Фобоса. Вот эти, знаете, царские печатки из 90-х, где... Вот такая сегодня будет печатка, я подглядел название. Реально печатка? Может, печать? Да, печать, я сижу тут выпендриваю своими шутками дебильными. Смотрим, ребятки. Всё, не то настроение, да? Лихой, лихой, лихой. Давай, Рубин. Нам же... Мы просто перерождаемся, когда что-то поём. Не хочу сегодня. Пормотаем? Нет. Нет. Не знаю, я бы хотел другую песню. Я вот, знаете, чё думаю? Я не говорил вам об этом. Какая-то старческая песня. Вот эти, знаешь, типа, из серии «Ты меня не любишь, а я тебя сильно». Вот эти вот, знаешь, женщины на надрыве, которые... У неё потому что голос такой, блин, Лариса Толина какая-то. Да, я... Ну, такое старческое, да. Да, я... Надо... Мы всё говорим и не делаем, но мы решили к концу сезона, по-моему, это сделать. Посмотреть другие заставки. Да толку, я каждый раз слышу. Мне откидывали девочки разные заставки на английском. Там вообще всё по-другому. Я вижу это так. Заслуженную артистку России... Тамара Гверцетель. Достали из гроба и сказали «Пойте для нашего мультика». Она такая «Ну ладно, так и быть, я спою». И стоит, поёт прямо на надрыве. Не, не хочу обесценить. Очень красиво, качественно. Но, мне кажется, не для этого формата. Не молодёжно. Да, знаете, не ловлю эти моменты. Я же говорил. Печать Фобоса. Что-то похожее было уже. Что-то какая-то серия была про печать. Да? Нет? Что-то с Фобосом. Была, наверное, звезда Трибы, печать. Да, это же очень похоже. Я же, ну, путаю печать и звезду Трибу и Фобоса. Ладно, хорошо. Ну, что-то похожее, какая-то муть была. Болваны. Не безумно, не безумно, 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 безумно. Шептуны, какую цену должен заплатить Ватекс за предательство? Галдёж какой-то. Я ни черта не понял. А как Ватак вообще спалился? Он же... Они же не знали, что он... Ну, он ушёл из замка. Там, на самом деле, притянутые за уши. Пришёл, вышел из замка не тогда, когда надо. С другой стороны, он и раньше палился, просто они не догадывали. Они уже такие, ну всё, я уже больше так не могу, пора его сажать. Вечера. Велю дать вам побольше корма. Кто-то там на другом конце, видимо, говорит, куда его нужно посадить. Ведь шептуны свою волю не излучают, они её передают на другом конце. Что я сначала похвалил это заклинание, но мне кажется, оно вообще неудобное. Ну, переписываться, типа, неудобно. Очень большая задержка. Это как скайп, когда соединение плохое. И повторяет 300 раз. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Они ещё и повторяют это. Бесконечно долго. Я и говорю. Повторяется. Что ваш хозяин готовит для Элион? Секрет. 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 Я рука букет из гадких цветов. Это седра, книга Тайна. Книга? Книга у стражниц. Только она не открывается. Это Тайна, у стражниц. Книга Тайна. Ты наступил на ухо. Извиняй. Пеш. А зачем? Ой. Зачем он слил инфу? Ладно, хорошо. Допустим, это был план. Ватака они специально как-то свалили, чтобы пробраться и узнать у Шептунов, как открыть книгу Фобоса. Я правильно поняла? Зачем говорить, что она у стражниц? Тупой Калеб, нет? Ну или мы, возможно, не понимаем хитрого замысла. Да уж, от вас не скроешься. Пеш, 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 пеш. Что ты? Как? От вас не скроешься, а на хрена ты палишься? Я не понимаю. Ты... Одно дело, если бы спалились чародейки, которые не понимают за флору и фауну этой местности. Да, 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 да. Калеб, который знает. Это вечно выпендривается. Мы этих ловим только на ужин, завтрак и обед. Знаю каждую крысу под корягой. Не знает, как устроены Шептуны. Срывает свою инкогнито. Ну ладно, я, правда, может, что-то не понимаю, но поступок кретина. А ещё момент. Вот его одеяние. Чё это такое? Он взял. Первый раз мы увидели здесь убийство. Ну, как бы не само убийство, а его последствия. Труп очистил его. Он убил, изнутри выковырчивался. Надел на себе всё это склизкое. Просто магией он не владеет. Там вообще практически никто магией не владеет. Откуда это? Не, ну это чучело. Это чучело реально. Просто кого-то убили и натянули. Продолжение следует... И опять в это озеро, которое по локоть в глубину. Ну, судя по тому, что они выживают каждый раз, оно по локоть в глубину. Видимо, там именно в то место, куда они ныряют, там ямка находится. Очень тупая диверсия. Правда, но... Ну, может, мы чего-то пока не поняли? Я очень надеюсь. Не будем раньше времени обстирать. Я очень надеюсь. Да, давай, давай, дадим шанс. Природный заповедник. Отличная идея. Седрик, моя сестра просит отвезти участок леса под безопасное убежище для диких животных и птиц Меридиана. Можно вас, милорд? Ватах сбежал? Мои бойцы ведут преследование. Твоим бойцам пора подпалить хвост и начать с командира. Каюсь, милорд, но мятежникам придёт конец, как только вы впитаете силу Элион. У Фобоса начинает кончаться терпение. Каюсь, милорд. Это прозвучало интересно. Я хочу похвалить Седрика, потому что он один из немногих шестёрок главного героя, антагониста, который не сильно присмыкается, но при этом и не теряет своего собственного достоинства, не теряет лицо. Нет, мне кажется, он очень даже присмыкается, когда он в образе человека. А когда в образе змея, то он весь такой... Нет, 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 смотри, я про что говорю. Он понимает субординацию, но как это мы видим? Я виноват, прости меня, не убивай меня. А, ну в таком смысле он не жалкий. Да, он не жалкий. Вот именно, он держится, но он не мерзко жалкий. Я понимаю, о чём ты. Мы очень часто в мультиках видели подобное. Что шестёрчики такие все. С жиденьким хвостиком такие. Однако до тех пор мне приходится терпеть её глупые чудачества. Фобос, смотри, я устрою летний театр. Что-то случилось? Твои прежние друзья продолжают нам досаждать. Боюсь, у меня нет выбора. Придётся покончить с ними раз и навсегда. Не надо, прошу. Они не явятся. Я обещаю. Каким образом? Ну ладно. Записала нас на экстремальные соревнования. Ирма. Опять кто-то всех записывает куда-то. На этот раз это была Ирма. Она же никогда никого не записывала, да? Да, кстати, мы всё ждали, когда Ирма. Когда будет её очередь. Очень круто, посмотрим, что на этот раз. Гонки на роликах по улицам Горки. И костюмчики отпадные. Точно. Мне особенно идёт бирюзовый цвет. Тарани, ты ведь катаешься. Одобряешь экстрим? Вилл, ты с нами? Смотрите, что миссис Рудольф написала на контрольной. Три с минусом? Это ведь для тебя хорошо. Да не... Мне так нравится, как она поставила вопрос. Смотрите, что мисс Рудольф, это она виновата. Она поставила плохую оценку. Она не сказала, смотри, как я написала херово контрольной. Она просто какой-то, ну, комментарий какой-то написала под работой. А, типа, родители в школу. Ну, типа, да. Вот здесь. Она зовёт к себе домой? Ты что-то натворила? Да ничего такого. Может, это... Ну да, ты права. А она не за оценки переживала. А, это она, нифига себе. Как это всё завернули? Она сбежала, отдала. Эллион тем чувакам. Которые тоже, по всей видимости, были недавно. Слушай, ты там много народа, наверное, мигрировала. Да, я тебе говорю, там они живут, ну... Эмигрировала. Плевать. Мигрировала просто. Я всегда говорю, мигрировать, когда путаюсь. Э или И. Эммигрировала. Ну, кажется, Э, это когда в другую, между странами АМ, это когда внутри страны. Но я эмигрант. Ты эмигрант, да? Да. Я эмигрант. И я этого не стесняюсь. Прозвучало как-то что-то очень грустное. Вы няня, похитившая её Фобоса? А почему няня, похитившая Фобоса, выглядит как человек в том мире? Разве это нужно, скрывать своё лицо? Она уже сразу переобулась. Превратилась, прежде чем зайти в портал. А ещё, очень интересная особенность. Ты, когда превращаешься в человека, ты превращаешься в старого, дряхлого человека. А на момент, когда она спасала Эллио... Потому что это было 13 лет назад. Можно же, если ты всё равно превращаешься в человека. Ну, наверное, ты превращаешься в согласно своего меридианского возраста. Я не знаю. То есть ты вообще другую форму выбираешь человеческую, и при этом такой... Ну, это как я не знаю, там, собака превратится в человека. Собака превратится в человека в согласии с возрастом собаки. Короче, хз. Многие помогали спасти её от брата, но именно мне досталось принести... Какой-то инвалид, ты видела, с короткими ножками. Сейчас догоню. Брат, не знаю, что мне досталось принести... Реально! Что за упырь? Он не бежит в фон, и он за ней калека гонится. Насколько же просто у Фобоса всё плохо в армии. Дитя сквозь завесы. Значит, вы украли амулет, печать Фобоса. В спешке я его оборонила где-то возле борта. А, вот, я тебе говорю, была заварушка с печатью Фобоса. А, это то, что в канализацию пропало. Точно. Как давно это было. Что ж потом не вернулись за ней? Я решила, что не стоит. И сейчас так думаю. Ведь печать открыва... То есть, этот чел уронил. Он мало того, что не быстро бежал, он ещё запорол всё. То, что закрыть не может. Но если не вы закрыли портал, тогда кто? Ну, думаю, даже в младенчестве Эллион обладала достаточно большой силой, чтобы затянуть завесу. Да, а потом 13 лет ей вообще не пользовалась, и даже намёка на эту силу не было. Причём это был вообще грудничок. Маленький конвертик, который по какой-то невидимой причине закрыл завесу. Ну, кстати, такое может быть, когда ребёнок-то чувствует опасность, и как-то инстинктивно, если у него есть сила и дар, защищается. Ну, это можно так притянуть за уши. Может быть. Но как будто у неё больше не было себя причин защищать. Ну, просто, да, за 13 лет эта сила бы проявилась как-то. Уж точно, хотя бы чуть-чуть. Хоть какой-то стаканчик с водой задрожал. У стражниц-то он начал проявляться. Нереально. Кто такие стражницы, кто такая Эллион? Эллион же, по сути, вообще очень сильный персонаж, если она противопоставляется Фобосу, взрослому Фобосу. Великой силы сейчас мало толку. Я думала, что после стольких лет она в безопасности. Однажды я надеялась открыть ей правду о ней и Фобосе. Почему вы сказали сейчас? Вчера Эллион связалась со мной и просила пригласить сюда предводительницу-стражниц. Связалась? Как именно? Она была здесь? С ней всё хорошо? А почему с тобой именно? Выясняется, Эллион. Откуда она знает? Эллион знает, что ты Чупакабра под прикрытием. Какая-то ловушка, мне кажется. Может, это есть Эллион? Хотя нет, тогда откуда она всё знает? Возможно, знает Фобос. Почему мы должны это додумывать? Возможно, знает Фобос. Он уже всё, уже эту схему прохавал. Он говорит, если хочешь связаться со стражниками, вот к этой тётке. Ну давай, посмотри, Вами. Эллион, всё хорошо. Прошу, перестаньте искать меня. Я не хочу. Мелидиан теперь мой дом. Ну да, милое место. Если удалось избежать клыков-лурденов. Не знаю, о чём ты говоришь. Меня там все любят. Огла, ставьте меня в покое. Эллион, постой! Фобос не такой! Ну тоже так себе экспозиция. Ты сидишь, разговариваешь. Она как Фобос, вот эта вот, но в заставке. Вот бы увидеть этого инвалида. Место только для тебя. Любимый тайник Планка. Блин, ну тоже, любимый тайник Планка, значит он там уже был. Вот он не находил, а вот только сейчас нашёл. Весь такой целёхенький, блестящий. Ну, хотя бы, ну не говорите, что это любимый тайник Планка. Если бы он вот это вот не сказал, ну просто, о, тайник, типа новый, нашёл. Спрятался, супер, зашибись. Нет, блин, любимый тайник Планка. Причём это, очевидно, канализационный канал, который... По которым Планк шастает, видимо, ну, часто. Постоянно. И ладно, я ищу. Раз уж это его любимый, он там точно не первый раз. Более того, канализационный канал обычно пропускает через себя всякого рода жидкости неприятные. За всё это время не смыло. Да, и вот это не унесло. Что рычаешь, лорден? Не угнаться за Планк! Ой, помойная! Ра! Какие же они мерзкие! Это было страшно. Нереально мерзкие. Вот крысы, к сожалению, мерзкие. К сожалению. Ну, что поделать. Нереальный дизайн всяких чудищ, монстров. Художнику, который сидел, придумывал всё это мракобесье, отдельное рукопожатие, уважение и поддержка его семье в сложный момент. Потому что это реально потрясающе. Это реально потрясающе. Ну, обычно с такой изобретательностью не подходят. Существа, они такие... Плюс-минус все одинаковые, плюс-минус все похожи. Не, они в одной стилистике, потому что это Мелизиан, да, одна местность. Но они все разные, разнообразные, не похожи. Там целая книга, целая фауна для них была создана. Да, круто. Обланк не есть, гадость! Ну, вперёд! Вы всё время выпрыгивали в иной мир. Здесь вы на моём поле. Здесь вы на моём поле. да это наверное единственное объяснение про следы закончили будем хрена нет они даже закончились да они закончились но он умно поступил на поступил что он по этим же следам пошел назад к дереву то есть не нет следов по которым он идет назад есть следы по которым он только идет вперед но хорошо даже если вы не догадываетесь где а зачем хреначить траву но не по вполне разумно потому что они же наверняка не знает на дереве он или в кустах поэтому заодно и все кусты получит прям как от пацанов с палкой вы не слышали приказ как вы посмели рубить заповедный лес спасибо и от народа меридиана тоже рад помочь украшению нашего королевства или никто не тронет ни одно существо фу какой сексист украшение 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 женщина это наше украшение смотрите пришли украшение на этот банкет вырядили блестят украшение понравится вы не украшение на кто они не люди в первую очередь личность вы можете быть как кусками говна так и украшениями все от вас зависит ты мне научилась я сдам экзамен на антисексисты на профеминиста да потом элли он сказала что у нее все хорошо и она не желает видеть нас а может быть мы все просто ошиблись фобосе брось его лучший приятель седрик змеюка может седрик исполнял долг вернуть наследницу на трон в смысле пчелы жали защищая королеву так обстоятельства возвращения элли он весьма сомнительны но раз она довольна быть может стражницам лучше обо всем забыть не хрена себе почему бы нет но это же нам показывает две стороны мы-то знаем но если посмотреть со стороны стражница нереально вот это правильная считаю политика нам нечего делать с элли он ей там зашибись она не хочет чтобы мы ее спасали идем кататься на роликах а не как в предыдущей серии элли он только что украли пойдем делать всякую дичь да господи он потрясающий бланк это местный мэри сью хуп и я нашел печать фобоса открыл нужном месте порта как удобно но это странно ведь он открыл портал в а все я понял он гулял уже в нашем мире размахивал это открыл портал в другом надо все теперь сошлось однако это не избавляет того факта что он слишком крутой он кстати очень много поворотных моментов так или иначе сделал потому что я считаю что здесь есть за что зацепиться во первых опять же Я не всех заметила Ты не права, потому что здесь девочки переодеваются Да, только когда Ну, а в школу они в одном и том же всегда ходят Ну, в школу и мы с тобой в одном и том же всегда ходили Нет Зелёный вниз, красный вверх Нет, у нас не было формы в школе И мы ходили в чём хотели Разорвём! Нет, я Урия! Рифмуется Сура! Хотя не очень С Урия, Урия, терапия Рифмуется Ну, это, кстати, это наше русское локализо Как он звучит, интересно, на английском? Урия Так оно звучит, наверное, да Мы ведь пришли сюда оттянуться Да, но обогнать этого тупого стихоплюда Мне нравится их одежда Первый раз Твоя любимая Корнелия в шортиках Да Всё это время она любит длинные юбки в пол Ну, кататься на роликах, наверное, неудобно Длинные юбки в пол Ну, поэтому я говорю, первый раз я видел шортиков А когда смотришь снизу, кажется, что уклон пологий Ирма вообще кайфовая Пока, дамы! Как удобно, ты пробежался Ау, это очень травмоопасно Но это кто устраивал эти гонки? Как можно на такой скорости вообще в целом повернуть под прямым углом? Ты летишь просто вниз Даже когда мы на скейте катались Небольшой укол Ой, укол, блин Да, я катался В общем, ты разгоняешься потом очень быстро Ты падаешь, ты постоянно там очень тяжело тормозишь Ты или доской тормозишь Или выраниваешь её из-под себя Но здесь тот же самый принцип Как можно завернуть здесь под прямым углом, не столкнувшись со стеной Ирма! Ирма! Ирма, ты цела? Эй, смотрите! Да, ну и ну Поблагодарю Урию за подножку Блин, не закрывай, там кали Трундец! А вот это кайф Я уже думал, что он спасётся Мне всё нравится На этот раз нас действительно обхитрили Ну всё, пошли Эээ, Вилл! Куда она его закинула? Не закрывайся! Капец! Так он вообще их кучу понаоткрывал, ни один, ни два Да он, блин, этой хернёй туда-сюда, блин Бланк недоразвитый, это правда Но неужели он не замечает, что вокруг него со звуком, скрежетом, световыми эффектами Один за другим открываются порталы? Он был очень увлечён своей песенкой Не знаю Тут тоже портал! Вон ещё один! Надо же! А туда посмотри! Откуда их столько? О! И там тоже! Почему порталов так много? Завеса расползается? Проверь по карте! Сейчас дорожка будет Так, мы здесь А это что? Вроде бы старая свалка Мам! Надо бы позвать Тарани Постой! Надо брать! Бланк, хотеть карман побольше! Бланк, стой! Ай! Ты открываешь порталы повсюду? Ну и кулончик Амулет, открывающий порталы? Поздравляю! Думаю, это печать фобоса Бланк, стой смирно Бланк продать! Болван! В этой штуке мощная! Бланк! Бланк отдать! Капец! А почему она сейчас активировалась? Видимо, определенное количество порталов Она открывалась Нет, я думаю, что просто Когда он соприкасается с чародейками Он начинает входить в какую-то другую фазу Возможно так Было лиureux? Бらü로! Блэю! Блэч! Свирепый, дискосечный шарик! Ого! Причем мне нравится, что молнии, которые здесь, они не светятся, а наоборот свет поглощают. Они темные, да. Они все разрезают, мне так нравится. Работают по принципу типа черной дыры. Ахренеть, прям у нее прям в спину. Они же пуль непробиваемые. Ну да, но все равно неприятно. Они прочнее, чем стальная какая-то арматура. Нам об этом писали или ты просто догадываешься? Ну вот сейчас. Это черная хрень, режет металл, разрушает все, а ее не разрезало. Наверное, потому что это мультика, мокроха здесь не нужна. Или потому что они реально непробиваемые. Ну, это абсолютно другие тела. Ты силен и быстро. Мы сумеем это применить. Больше никогда не пойду на лазерное шоу. Ломается. Ты в порядке? Цела? Не уверена. Мне будет драться сейчас. Это битва кулонов. Да, это сердце Кондракара. Там же вот эта тетка, Ницца с драконами и все такое. Легенда, точнее. А вот это тоже получается... Зволь Фобос. Ну, печать Фобоса. Значит, там его какая-то душа. Ну, не душа, а может, какого-то предка тоже. Сила какая-то. Как интересно. Ого, теперь сердце Кондракара может не только закрывать, но и открывать порталы. Она сожрала, получается, чью-то дурень. Современно. Очень удобно. Неплохая сегодня прокачка. Блин, она же столько порталов оставила открытым. Калибр не успел зайти, она все-таки все закрыла. Я думаю, что... Ну, они же идут по следу. Ну, да. По карте. От портала к порталу. И последний портал был на свалке, там, где они поняли, что это бланк. На каторге тебя никто не найдет, бегун. Не обольщайся, змей. У меня много друзей. Да. Полагаю, они здесь добывают камень для плотины. Смотри, какое рациональное распределение ресурсов. Они не убивают, да. Они просто отправляют их на полезный меридианский труд. Я вообще считаю, что в случае с реальными преступниками смерть – это гуманно. Ну, правда. Ты за смертную казнь? Нет. Я как раз против смертной казни. Ну, ты говоришь, что смерть гуманна. Да. Смерть – это гуманно, значит, зачем так делать? Ну, я к тому, что не нужно быть гуманными к преступникам. Я запутался. Ты? Ну, смерть – это слишком просто для наказания. Я за пожизненное заключение, если это какие-то там, не знаю, там, педофилы или серийные убийцы. А, типа убить его – это избавить его от проблем. Это что за прикол? Я вообще не понимаю. А, ты против, наоборот. Да, я говорю, смерть – это слишком гуманно. Всё, я понял. Избавление слишком легко тебе далось. Надо пожить. Слушай, знаешь что? Я с тобой согласен. А ты садист, правда. Я не садист. Человек? Это справедливо, я считаю. Работай! Работай! Да, гуманно. Калеб? Ну, где он? Каминоломня в ущелье Ху-Конг. Красота! О, сердце Кондракара с турбонатубом. Ах, похоже, что кристалл впитал силу той печати. Открывать портал. Это реально стало решать большинство проблем. Да. Практически все проблемы. Вам не нужно больше искать порталы, чтобы попасть на меридиан. Ты можешь открыть портал в месте, в котором тебе нужно, взять или спасти кого угодно и обратно нырнуть, закрыв его за собой. Ура, этот бланк будет так к ним подлизываться. Да, он-то сейчас, по сути, бесполезен. Раньше он просто их вынюхивал. Нет, я имею в виду, что это... А, хотя он может их вынюхать. Ну, для его бизнеса было бы полезно, чтобы больше порталов открывались. В нужном месте. Да. Видишь, такие тупые все. Это с рычагом делается. Ну, то есть ты палку берешь, подставляешь, палка просто. Они просто симбурдируют. О-о-о, работа, трудно, трудно, да-да-да. Ой, нам сложно. Все равно стражники все тупые. Главное, чтобы были крики, ужас на лице и усталость. Нет, так не сдвинем. Нужно звать остальных. О-о-о! Калибу нарисовали соски. А знаешь, что это значит? Что? Что это очень грамотный мультик. В основном никому соски не рисуют. Ты замечала? Нет. Допустим, у мужских персонажей я это еще в детстве заметил. Думаю, а что? Почему нет-то? Реально, почему нет? Ты замечаешь, что пацанов никогда нету, они практически всегда отсутствуют? Нет, я не обращала на это внимания. Допустим, в аниме, там персонаж с голым торсом, это вообще просто абсолютно нормальная история. Мне кажется, там было где-то. Я пару раз видел. Кажется. Ну, то есть, это знаешь, просто женские соски нельзя показывать. Типа и мужские тоже. То есть, это какую-то девочку может... Ну, то есть, это сосок, это тоже получается... Однако девочку не покажут с голым торсом, но без сосков. Покажут. В том же аниме. То есть, да покажут, покажут. В твоем аниме все, что только не показывают. Там некое сияние. А здесь то же самое. Когда стражницы превращаются, они тоже без сосков. Но там не показана грудь. Там просто очертание тела. Но все равно джигрудь. В общем, прикольно. Если вы знаете еще мультики... Сейчас сбор какой-то. Сборник мультиков, где видны мужские соски. Теперь сыграем в боулинг. Давай! Да, как-то аж непривычно. Кое-кто из них вернется. Хотя они неповоротливы. Надо вскарабкаться повыше. Как вы нашли меня? Сердце Кондрагара стало более мощным. Смотри, круто? Как мило. Реально. Чего? Заволновался? Я испугался. Было очень приятно. Следующая остановка — земля. Их можно открыть где угодно. А еще забавно, что... Вилл постоянно меняется сердце Кондрагара в размерах. Оно, ты видела, какое вообще просто в кулачочки помещалось? Не, оно просто к камере как будто приближается. Наоборот, если бы оно приблизилось к камере, оно увеличилось. Да. Ну, смотри, какое оно маленькое было в этот раз. Видишь? Оно прям на ладошке маленькое. Или оно во время боя уменьшается. Оно же как бы к сердечку у них все время разделяется на несколько часов. Но куда она его прячет, то, что я вот хотела сказать, забыла. Она даже не повесила его на себя, когда... А оно как будто впитывается. Она просто кидает его туда. Но оно как будто впитывается ведь. И ничего не выпирает у них, да? Может быть. Я всегда думал, что он внутрь куда-то там заползает. И поэтому это дает им силу. Разделяется и дает им силу. А я думала, висит на шее. Ну, он же никогда на шее в том-то и дело не висел. Он доставал его по нужде. Из рюкзака иногда. Как Карнелия из рюкзака. В форме стражницы? Нет. Нет, я говорю, что когда они в форме стражницы. А когда так, да, она постоянно его с собой таскает. На шее. Ну, да. Следующая остановка – земля. Я понял. Всё. Это же две разные девочки. Вилл маленькая и Вилл в форме стражницы. Она когда 13-летний ребёнок, для неё он большой. Да, слушай, а это огромная. Да, она же уже 20-летняя девушка. Всё, она полностью взрослая. Хотя я не знаю. Рука вырастает. Рука вырастает. Ну, насколько же это должна быть и шачья рука. Всё равно не сходится. Но неплохо, неплохо сериал. Неплохо. Открыть где угодно? Укрыться в безопасности хорошо. Но есть такая вещь, как честь воина. Да ладно. Милота-то какая. Меня просто бесит, что они вроде что-то там целуют, что-то. Но они никак этот момент не обговариваются. А зачем обговаривать? Они не признались друг другу в любви. А зачем? Я так хочу. Вот так. Ну да, между стражницами. Тебе не хватает вот этих вот девичьего трёпа, да? Вообще нет. Во-первых, между ними нет трёпа. Ну, между девчонками. Да, да, да. Между Галевым и Корнелии не обсудили. На этот момент они не обсудили. Но я думаю, что это не надо обсуждать. Конкретно здесь. Надо. Конкретно здесь прям такое небольшое интимное напряжение от недосказанности тоже должно. Но вот ещё непонятно, почему они с девчонками это не обсудили. Вот это, я кажется, преступление. Это вообще нереально. Эй, Пить, ходите! Ой, какая сегодня... Посмотри на неё. Очень, очень необычная. Ушел звенел. Шептуны сказали, в книге все планы Фобоса, насчёт Элеон. Правда, её нельзя открыть. Только динамитом. Эй! Динамит вам ни к чему. Есть кое-что лучшее. Вспомните, печать Фобоса. Ключ. Универсальный ключ. Он реально меньше стал. Ты видишь, он сейчас у них в руках намного меньше. Эти цветы говорили тебе про невидимые чернила? Сказали планы Фобоса на Элеон. Коронация Элеона Меридиане станет началом моего торжества. Все мои слова для неё будут печатью рока. Через пять дней её силы достигнут пика. И тогда я иссушу их и оставлю её жалкую душу прозевать в цветке чёрной росы. Что ж, нормальная жизнь не сдалась. Нам опять придётся спасать человечество. О, хрустная. Очень хорошо. Очень хорошо. Очень хорошо. Очень хорошо. Да, и интрижку такую оставили на потом. Ну, интригу имеется в виду. Мне понравилась линия Калеба и Корнелия. Ты что там за линия? Но всё равно было какое-то движение, было действо, был поцелуй, которого мы не ожидали вообще. Это было неожиданностью для меня, это напугало. Но это было мило. Были предпосылки, между прочим. Да, они были не так хорошо, но у меня вообще нет никакого сопротивления. Это было потрясающе приятно сделано. Да, это было прикольно. Меня просто смущает, что им по тринадцати, вот одно дело, когда я вижу это, когда они в форме стражниц. Ну, четырнадцать, давай считай. Взросленькие. Ну, по уровням тринадцать же. Ну, блин, по лорам было тринадцать в начале года. Сколько времени прошло? Ну что, десять лет прошло? Уже почти четырнадцать. Ну тогда ладно, всё, хорошо. Всё, спасибо, что были с нами всё это время. Вы с нами были и смотрели. Раз уж слушаете наш спич аж до сих пор, мы будем смотреть дальше. Двадцать первого, двадцать второй, двадцать третий, до тридцать второй серии. Всё, ребят, пока. Мне сейчас напишут. Нет никакой, сука, двадцать второй серии. Тридцать второй. Точнее, тридцать второй, да. Там двадцать шесть, по-моему. Угу. Так и скажут. Не пишите. Я готов спорить. Да знаем мы, что их двадцать шесть. Знаем. Да, они сейчас такие, там не двадцать шесть. Да-да, там тридцать два. Да.